Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Христос сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Как семейным людям следовать этим заветам? Можно немножко поумничаю. В оригинале Евангелия от Матфея то слово, которое переведено на русский, как «не заботьтесь», по-гречески оно звучит «меримнау», буквально переводится на русский язык, и следовало бы так и перевести, как «не терзаться душой». И тут тогда становится все на свои места. Потому что невозможно не планировать, особенно если ты семейный человек, работу, взаимоотношения с начальством, подчиненными, думать, как ипотеку выплатить, пеленки наперед купить, кроватку, колясочку, одежку. То есть немножко наперед ты должен заглядывать. Эта заповедь не запрещает планировать что-либо, а запрещает изматывать душу свою переживаниями о том, что еще не случилось, но может случиться. А может и не случиться. Мы склонны драматизировать то, что касается нас, и как-то более спокойно, даже безучастно, оптимистично относиться к тому, что нас не касается. когда проблема у твоих друзей, да ты держись, да ты не переживай, да все наладится, да все будет хорошо, да чего ты дергаешься, да посмотри вокруг, сколько людей, которым хуже, чем тебе. Господь все исправит, да ты маловер, да пойди помолись, а востокафист почитай, и к матронушке приложись. Все будет хорошо. Когда ситуация в 10 раз проще возникает у нас все, панические атаки, тревоги, не спится, пьем глицин, едим его ложками, как минимум, всем мозг выедаем, бессонница нападает, говорим всем, что все пропало, так хорошо, как было вчера, уже не будет, и эта ситуация никогда не разрешится, только проигрыш, только падение, только потери. Ты говоришь, да подожди, подожди, когда тебе в ответ говорят то же самое, что ты вчера говорил своей подруге, да что вы там понимаете, бессердечные вы, ну, не на портале экзегет, будут произноситься такие слова, какими бывают бессердечные наши друзья. Потому что мы склонны, повторюсь, драматизировать то, что происходит конкретно с нами. У пессимистов только хорошие новости. Если все плохо, ну, я так и думал, если все хорошо, ну, надо же, как замечательно сложилось, неожиданно, сплошные сюрпризы, сплошные неожиданности, когда что-то касается нас, мы такие махровые пессимисты. И вот Господь говорит, не терзайся душой, на Господь возложи печаль свою, написано в другом месте. «И воистину благ и трижды благословен тот, кто действительно сумел за свою жизнь научиться этому доверию Богу, делая все возможное со своей стороны, стучась во все двери, какие только можно постучаться, не в девять, а в десять, а в десять из десяти, ожидая, где же ответ, где же Господь откроет тебе дверь через руки других людей». Если не открывается, ты уже как минимум трижды попробовал, то стоит задуматься, может, действительно, ты не в те двери стучишь, ты стучишь в той плоскости, к которой привык, а может быть, надо посмотреть в другой, сходить на другой этаж, подняться или опуститься, посмотреть, где двери открываются. Поэтому надо делать все от тебя зависимое. Как говорил один подвижник, молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а действовать так, как если бы все зависело только от тебя. Пытаться услышать голос Божий, пытаться понять смысл происходящего, трудиться, трудиться и трудиться, как говорится, найти подкову, перебить к собственному копыту и пахать, пахать и пахать. Ждать, пока же Господь тебе с небес пришлет ванну небесную в каком-нибудь эквиваленте, переводя ее на современные материальные символы, нельзя. Нельзя. Поэтому что мы делаем? Мы работаем, мы планируем, не терзаемся душой и ждем, когда же мы получим результат наших трудов. Долгосрочное планирование, как вы поняли, за последние несколько лет совершенно бессмысленное занятие. то эпидемия, то специальная военная операция, то еще что-нибудь, конец света, в конце концов. А мы все планируем и огорчаемся того, что наши планы не осуществляются. А ты живи действительно так, как будто то слово, которое ты сейчас говоришь, ему собеседнику, последнее, и от него именно ты оправдаешься или осудишься. То дело, которое ты сейчас делаешь, оно последнее. В зависимости от того, что ты сделал, ты оправдишься или осудишься. Это святоотеческий принцип взаимоотношения с людьми и принцип отношения к жизни. Если вот так жить духовно одним днем, но при этом планируя что-нибудь на завтра, это вполне христианский образ жизни. Но не забывайте слова из послания, соборного послания апостола Иакова, где он говорит о тщеславных людях, которым Бог противится, которые говорят, поедем туда-то, будем торговать, получим прибыль, жить безбедно, и все у них рушится. Говорит апостол Иаков, не говорите так, говорите так, если живы будем, и Богу будет угодно, то поедем туда, будем торговать, получим прибыль, или не получим. Ну, если Богу будет угодно. Потому что нас сглазили, на нас порчено вели, и ещё какие-нибудь глупости говорим, думая, что есть люди, которые сильнее Бога. А мы сами же себе вредим, потому что не уточняем, что если Богу будет угодно, приеду на портал Экзегет и запишу несколько видео для вас. Если Богу будет угодно, вернусь домой. Даст Бог, приду туда, куда звали. Даст Бог, сделаю. Даст Бог, съезжу. Пусть это будет звучать, как некая присказка, но пусть она прочно будет, друзья мои, в вашем лексиконе. С Божьей помощью, если получится, такая некоторая недоговоренность всегда должна присутствовать в наших словах. Но при этом, чтобы собеседник не подумал, что ты пытаешься отвертеться и не осуществить обещанное. Так, чтобы видел, что ты изо всех сил будешь стараться обещанное осуществить, но при этом надеешься не только лишь на свои силы, но на помощь Божию. Поэтому завтрашний день действительно сам о себе позаботиться, если в Нем будет Бог. Если будешь только ты, то завтрашний день будет сложен. Бог поможет каждому, кто откроет двери своего сердца, кто поможет ему стать соучастником нашего земного бытия. Иногда мы этого места Ему не даем. Это рискованно. Потому что у Бога могут быть другие планы, могут быть другие ответы и другие решения, на задуманной нами. И мы боимся впустить Господа Бога. Нам проще умолять Его, чтобы Он нам помог, чтобы разрешил ту ситуацию так, как мы хотим, чтобы Он ее разрешил, но не впускать в нашу жизнь настолько, чтобы Он там лишнее вымел, нужное занес, какую-то духовную мебель сердца нашего переставил. Это нам не нравится, это неуютно. Поэтому и молимся так, серединка на половинку. Господи, помоги и отойди. Вот так помолиться, что Господи, вводи в мою жизнь, я тебя впускаю, и разреши ситуацию так и тебе угодно, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле, и в моей жизни в частности. Так сложно. Поэтому планируйте, друзья мои, но не забывайте, что человек предполагает, Господь располагает, и не терзайтесь душой о том, что еще не наступило. Вы потеряете счастье навсегда. Не печальтесь о вчерашнем, не терзайтесь о завтрашнем, живите сегодняшним днем, научитесь радоваться всему тому, что хорошего, что здесь есть и сейчас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok